Приветствую вас. Ответ на ваш вопрос хочется начать немного философским вопросом, направленным, конечно, не к вам, но с робкой надеждой на появление пифы для размышлений. Так отношение это игра или труд? Вот серьезно, вы определитесь уже, Ольга, что для вас отношение, труд или игра? Если труд, то одно, если игра, то другое. Как-то странно получается, что играя в игру под названием отношение, вы воспринимаете ее как труд. Ну, вязышка. Это первое. Второе. Я не очень понимаю, почему вы требуете от мужа того, чего он никогда не умел. Основа отношения это безусловное принятие партнера. Он, например, вас принимает. В том смысле, что вроде бы не требует от вас каких-то перемен и действий, которые, ну, которые вам не по силам. К примеру, вы со своей стороны такие действия требуете от него. Собственно, возникает вопрос. А почему? То есть, что у вас за отношения такие, если в этих отношениях вы не готовы принять своего партнера целиком. Странно? Странно. Странно. Это первый момент. Второй. Ссоры. У ссор всегда есть причина. И если, допустим, ваш муж человек вспыльчивый, как вы говорите, вспыльчивый, вспыльчивый человек, то каждый раз такое ощущение, что каждый раз вы воспринимаете его обидные слова, свой адрес, как что-то новое и необычное. То есть, такое ощущение у меня возникает, что вы как бы ждете, что мужчина, мужчина, внезапно изменится. Вы как бы ждете, что человек внезапно станет другим. Что человек внезапно станет таким, каким вам хочется быть. Вот мне бы очень хотелось бы понять, а на чем основываются ваши, грубо говоря, ожидания? Почему вы считаете, что каждый раз считаете, что мужчина должен поступить по-другому? Каждый раз вы ждете и каждый раз перекладываете ответственность за свои желания, за свои ожидания за него. Но каждый раз мужчина их обманывает, не оправдывает, вызывает разочарование. И вы, когда вас обожаете. Ведь обида, это неоправданные ожидания. Неоправданные ожидания, это возложенные на другого человека желания. Поэтому никакой естественности в обиде, в том, что вы обижаетесь, никакой естественности нет. И быть не может, в принципе. Дальше идем. Никогда друг друга не оскорбляем, не выражаем самолётом по отношению друг к другу. Довольно интересное, знаете ли, ну довольно интересное замечание, я бы сказал. Интересно, как оно, это замечание, пришло вам в голову. То есть, я хочу сказать, как так вышло, так, если угодно, получилось, что вы обратили на это свое внимание. Мол, друг друга не оскорбляем, друг друга не унижаем. Вот, хочется спросить, а что? Были такие случаи? Или был опыт негативный? Ну, вот, почему так, собственно? Откуда к вам пришла вот эта вот идея, что такое возможно? Что, возможно, отскорблять матом, что, возможно, поливать друг друга грязью. Может быть, у вас в семье такое было, или в прошлых отношениях было такое? То есть, ну вот, мне кажется, что, ну, очень нужно на это обратить внимание. Дальше. Работаю над отношениями за те 16 лет, и не могу достичьаться до мужа, что взаимоотношения это трудно. Ну, простите. А с чего вы решили, что отношения это трудно? И почему вы считаете, что если вы хотите трудиться над отношениями, то трудиться над отношениями должен и мужчина. Почему вы так считаете? Ну, а если мужчина не хочет трудиться над отношениями, что тогда? Что в таком случае? Откуда у вас такая позиция, что отношения это труд? Ведь, казалось бы, чего проще? Будь собой и принимать другого, безусловно. И никакого труда. Да, но нет, вы все время напряжены, вы все время пытаетесь что-то решать, проговаривать. При этом даже не спрашивайте у своего мужа, вероятно, а хочет ли он этого, нужно ли ему это, и так далее. Да и что значит работать над отношениями? Вам отношения или человек все же важны? Лучше как-то определитесь. То есть здесь ваша негативная установка по поводу отношений в принципе влияет на ваше взаимодействие с человеком. Дальше. Обычно пытаюсь как-то договориться, уступить, простить, объясниться, проговорить конфликт. Договориться, уступить, простить, объясниться, проговорить. Вот, знаете, вот вроде бы, вроде бы, красиво звучит, правда, но как будто не хватает всего. Вот, не хватает, наверное, личной ответственности. Ощущение есть, что вы жертва, ощущение, что вы жертвуете. Понимаете? Вот есть такое чувство, что в этом все жертвы. Замыть это все фигня, а разговоры напрягаешь. Ну да, и особенно если это делается так, как я думал. Извиняется, примерно был не брат, простит дурак, а так и не проговаривал проблему, что-то постарается. Нет, что-то постарается, потому что это вы снова и снова реагируете на нее определенным образом. В общем, ходим по кругу. Это вы, Ольга, ходите по кругу. Вы можете говорить только за себя, вы не можете говорить за другого человека, это невозможно. Опять, опять же. Вы здесь делаете обобщение. Обобщение, которое абсолютно не оправданно. Дальше. Он вспыльчивый, я более сдержанный, все в себе. Возможно, с этим тоже нужно работать, ну, чтобы не держался в себе. При истории он меня обидит словом или поступком. Ну, это приносит ответственности, потому что обиды я уже говорил. Я, естественно, обижаюсь. Нет, не естественно. Он подходит извиняться через 5-30 дней. Я просил и объяснял, чтобы он сразу извинился и конфликт закроется. То есть, по сути, вам нужны просто слова. По сути, вас что-то задевает, и вы перекладываете ответственность за это на его... на него. Нет, я не могу. Он остывает, уже на следующий день пройти не может. Ходит, выжидает или повода, или случай. Я пробовываю. Сонна, подходите, выжидаться и тихо создавать повод, чтобы он подошел. То есть, по сути, своего рода такая манипуляция, игра. В тот момент он извиняется с облегчением, но сам не подходит. Что делать? Что делать, чтобы что? Стоять, как поступать? Чтобы что? Может, варианты поведения? Что еще попробовать? Да вам просто консультироваться нужно у семейного психолога обоим, или вам хотя бы, и все. Тут никаких советов нет. Сейчас не могу позволять себя обижать и отвечать за это. Именно, вы можете не позволять себя обижать, но именно вам отвечать за это. За свое бедо отвечать только вам. А я не могу не разговаривать неделю. Возможно, хотя здесь тоже нужно разобраться, почему. Жизнь проходит, а мы сидим молчим. Вот именно мы. То есть вы. Так возьмите же личную ответственность на себя. Такая вот история. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. За его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. И надеюсь, что ситуация разрешится. Продолжение следует.